Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Две чемпионки, плюс Оксана Артемова второе место и Яна Кащеева третье место. Неплохо, неплохо. Очень хорошо. Третье место Александр Эскин, категория до 85 кг. И третье место 100+, супер хэви Сергей Кулаев. Суперские выступления одного и второго. Блестящая форма, серьезная конкуренция. Очаровал меня лично и воплотил, так сказать, на написание определенного материала в дальнейшем. Александр Белоуз, Украина, категория 85 кг, первое место. Ну, по любительным, в принципе, все. Теперь про. Про. Сегодня про. Денис Вольф. Наконец-то первый. А победитель Арнольд Классик. У него это первый раз. И он со статуей довольный. Мы с ним не раз сегодня, не два побеседовали. Записали все на видео. Игорь все это копчик выложит. И посмотрите. Порадуйтесь и за наш портал, и за Дениса Вольфа. И за себя, поскольку у вас есть будет возможность увидеть и послушать то, что нам скажет Денис. Ну, остальная расстановка мест, в принципе, как я предсказывал, так оно, в принципе, все и получилось. Разница небольшая. Да, типа схватка с Роддоном. Да, Роддон хорош, но Роддон по сравнению с Вольфом, скажем так, фитнес. Нет, классический бодибилдинг. Вот. Мы все рады за Дениса, поскольку Денис наш советский, из Советского Союза. Поэтому будем считать, что русские, как всегда, и здесь победили. Фитнес-бикини. Ничего непредсказанного не было. Эшли у меня везде проходила. И я обосновывал, что она будет первой. Единственное, что я могу сказать, так что ротацию они все-таки произвели. Они наверх подтянули Аманду Латону. Опустили еще, так сказать, Наталью Мило. И опять сделали второй. Маленькую, очаровательную Ейшарию Роблес. Я, честно говоря, вживую ее увидел первый раз. Не ожидал, что она такая маленькая, такая очаровательная. И такая, блин, суперская. В принципе, у меня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова